Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Суть вопроса заключается в том, что Атру мне нравится то, как прошла её свадьба. То есть Атру вопроса, недоволен свадьба говорить, что всё прошло не так, как она хотела. Вот всё было очень скомканно, всё было недавно, где были кофеики. Ей нужна была помощь. Никто ей не помогал в этом смысле. Все отказались ей помогать. Вот. И, соответственно, Атру вопроса по её словам осталась с этим наведением. Ну и, естественно, возникли вот проблемы. И с этими проблемами, точнее, в этих проблемах, автор винит себя. Она говорит, что вот ей кажется, что это она виновата в том, что в нашем, ну вот, со свадьбой, да, такая история произошла нехорошая. И мужу всё понравилось, в общем-то, а вот Атру вопроса нет. Вот. И она спрашивает, как успокоится, как присядь рвать с предыдущего, вот, прямо в данном случае с этой, из её текста. Ну, смотрите. В этом смысле я бы сказал, что общая проблематика связана с тем, что вы излишне концентрируетесь на свадьбе больше, а не на союзе с вашим мужем. То есть как бы вот то, что вы условно говоря, ну, скрепили свои, свои жизни, да, а вот образные, так скажем, скрепления твоей, вот это вот вас как будто бы в данном случае, ну, не так, не так, чтобы очень финаловалась. Такое ощущение, да, что больше вот именно переживаете по поводу социального аспекта. Вот. И это, как мне кажется, весьма и весьма показательно, что ли, потому что почему-то личность вашего мужа здесь как-то уходит на задний план, почему-то счастье и наслаждение от того, что вы со своим мужем, ну, условно говоря, там, ну, теперь можете, например, быть мир и так далее, что теперь вы мужчина этого, а как-то вот в данном случае не ощущается. И на мой взгляд, это и является серьезной проблемой, что вы переключаете свой взгляд, свой взор немножечко не на то, вы переключаете свой взор и свой взгляд на больше какую-то вот социальную сторону ситуации. Вот. Вы переключаете свое внимание на это, игнорируя, как мне кажется при этом, состояние ваших отношений с мужем, с которыми у вас, как мне кажется, есть довольно серьезная стройность. Ссоры, обиды и так далее. Вот. Ну, ожидания имеют место быть, которые вот, условно говоря, не оправдались. Вот. И, соответственно, в этом, мне кажется, есть основная проблематика. То есть, эм... это аспект ваших, ваших взаимоотношений. Конечно же, существует еще и то, как вы обращаетесь с своими эмоциями, своими переживаниями, что вы с ними делаете. Как вы их выражаете, как вы с ними обращаетесь, может быть. Но мы сказали, что вы это делаете несколько обесценивающим по отношению к себе. То есть вполне вероятно, что если у вас сложности с личными границами, вполне вероятно, что вы как-то продемонстрировали своему супругу то, что свадьба нужна в основном только вам, а ему как-то вот и не особо. Ну и тут, конечно, конечно, есть такой момент, как мне кажется, что в целом, в целом выбор вашего мыши следует несколько вот, ну скажем так, напомнить что-лим. То есть смотреть, что это за человек перед вами. Ну вот. А вы пишите, как представь себя винить, как увидеть хорошее и сконцентрироваться на нем, как исправить ситуацию. Ну, как в именно ситуации. Ну вот. Что значит, хорошее? Мне кажется, нет хорошего и плохого в данном случае. Есть ваше переживание, есть ваша боль и необходимо выразить, что здесь вот у вас есть попытка закрыться, убежать от того, что не вписывается в вашу идеальную картинку. Но самое главное, самое главное, как мне кажется, вы пытаетесь убежать от проблем над вами и вашими. Вот. Также от проблем с окружающими людьми, потому что ваша мама и ваша подруга сказали помогать вам не просто так. Я думаю, что какие-то трудности в построении отношений с ними были, что уж были так же. Вот. Вот. Тут это все нужно корректировать, да, нужно анализировать. Вот. И дальше уже смотреть, в какую сторону вам двигаться. Идеальным вариантом решения проблемы могло бы стать обращение вас двоих к психологу. Вот. То есть вы с вашим мужем чтобы обратились к психологу и провели такую вот семейную консультацию, где бы смогли лучше друг друга понять. Ну а вам нужно отдельно поработать с теми аспектами, которые я озвучил. Традиционно, когда человек обращает свое внимание на отношения. Такие вещи, как внешняя история, идеальность, совпадение планов связывается с обесцениванием себя. Когда я себя обесцениваю, я увеличиваю цены с того, что меня окружает. Ну и сорвется наоборот. Вот. Поэтому этот перекос в данном случае тоже нужно исправить, чтобы хотя бы была некая золотая середина баланса. Вот. Это уже задел на личную терапию. Вот. Всего вам самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Удачи. Удачи.